Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина. И мы будем готовить пирог с курином филе и грибами. Для этого нам потребуется 50 г мягкого сливочного масла, 1 яйцо, 3 ст.л. холодной воды, пол чайной ложки соли и 1 стакан муки. Начинка будет состоять из 250 г отварного куриного филе, также 250 г шампиньонов. Луковица небольшого размера, соль, перец и мускатный орех по вкусу. И всё это мы зальём заливкой из 170 мл 20% сливок, 2 яиц и 150 г тёртого твёрдого сыра. Итак, давайте сначала мы приготовим тесто. Смешаем яйцо, масло. Смешаем одно яйцо. 50 г сливочного масла. У меня ещё не совсем растаяло, я его нарежу. Добавим 3 столовые ложки холодной воды. Смешать будем вилочкой. Смешать будем вилочкой. Постепенно добавляем муку. И вымесим однородное тесто, как на пельмени по консистенции. Так, размешали. Можно теперь руками. Тесто нам необходимо будет охладить в холодильнике около получаса. В это время мы будем готовить начинку. Стакана нам оказалось мало. Добавим ещё полстакана. И так получилось у меня полтора стакана муки ушло на тесто. Тесто небольшое по объёму. Но нам достаточно будет, чтобы выложить дно и сформировать бортики. Достаточно упругое. Слегка липнет к рукам. Ну вот, такое нам и надо. Теперь мы в пакет убираем его, или в пищевую плёнку заворачиваем. И убираем в холодильник на полчаса. Итак, сейчас займёмся приготовлением начинки. Сначала порежем мелко лук и грибы. И поставим обжариваться курицы грибами. В то время, пока грибы с луком будут жариться, мы порежем курицу. И в итоге добавим это всё к грибам. Пока занимаемся нарезкой, включим мультиварку на режим жарка. Добавим растительного масла. Буквально 2 столовые ложки. Пока мультиварка у нас нагревается, мы дорежем лук до конца. Грибы будем резать не очень мелко. Я их уже предварительно помыла. Ну и не крупно. Примерно вот так. Для пирога лучше брать свежие шампиньоны, не замороженные. Чтобы у них не выделялось много влаги. Итак, мультиварка сообщила о том, что она нагрелась. Отправляем туда сразу лук и грибы. Одновременно. И нарезаем тоже не такими небольшими кусочками. Примерно по размеру, как грибы. Нашу грудку. Грибы и лук необходимо периодически помешивать. У меня вышло где-то полторы грудки. То есть грудка от полутора куриц. Курицу будем добавлять тогда, когда грибы уже полностью обжарятся. Пока у нас готовится начинка, то есть обжаривается лук, грибы, потом впоследствии добавится куриная грудка, мы на крупной терке натерем сыр. И сделаем заливку. Добавим яйца и сливки. А также соль, перец и мускатный орех в эту заливку. Итак, пока грибы с луком обжариваются, прошло уже 9 минут. Грибы еще не совсем готовы, поэтому пускай еще обжариваются минуты 3, потом мы посолим, поперчим и добавим уже куриную грудку. Сейчас уже займемся заливкой. Нам необходимо смешать 2 яйца. 170 миллилитров 20% сливок. Измерять я буду мерным стаканчиком. Так, 160. И еще немножко. Вот так. Вилкой смешаем яйца и сливки. Никакой миксер нам тут не потребуется. То есть даже не взбивалкой, не венчиком, а просто вилкой для однородной массы. Добавим щепотку соли, перца. Немножко. Также добавлю около чайной ложки, меньше, половину чайной ложки соли в грибы. В грибы добавлю пол чайной ложки черного перца. И пол чайной ложки мускатного ореха. Орех можно не добавлять, то есть на любителя. Он не является обязательным, но даст аромат нашим взглядам. Так, еще раз все перемешиваем. И добавим сюда курицу. У меня от 15 минут осталось 3 минуты жарки. Сейчас посмотрим, хватит ли это нам для курицы. Курицу я, когда отваривала я ее в подсоленой воде, добавляла пару листов лаврового листа, 2-3 горошины черного перца. И так, в эту смесь мы добавляем сыр. И аккуратно все перемешиваем. Заливка у нас готова. Курицу с грибами мы обжарим до окончания режима жарка, то есть в течение 15 минут. Масла я не добавляю, то есть в принципе достаточно того, что есть. Итак, прошло ровно 15 минут с момента обжарки. То есть режим жарка у нас закончился. Отключаем полностью, а то она ушла в подогрев. И выкладываем начинку в тарелку. И дадим ей отстыть. Буквально минут 5-7. Итак, начинка у нас почти отстыла. Прошло 8 минут. Как все мы достали. В связи с тем, что у нас пирог будет с заливкой, переворачивать его обычным способом, как мы это делаем, мы не сможем. Пойдем путем чизкейка. То есть берем бумагу для выпечки. Я беру ту же, что я брала для чизкейка. Так же их кладем крест-накрест. Чтобы было удобно доставать. Кастрюлю я не смазываю. То есть у нас в составе теста уже содержится масло. И сейчас достаем масло, ой, тесто из холодильника. Прямо на целлофане я разделываю тесто. Чтобы нам пришлось его просто поднять, опустить туда. Так как оно прилипает, то делаю это руками, а не скалкой. Надо его раскатать с учетом, чтобы были бортики нашего пирога. Примерно так. Остальное мы доделаем уже внутри кастрюли. Убираем пилоночку. И положу тесто к саму кастрюлю. Смотрим, чтобы бортики у нас со всех сторон примерно были одинаковые. Можно смочить руки водой, чтобы тесто меньше прилипало. Вот так вот с мощными водой холодной руками делаем бортики. Смотрим, чтобы тесто у нас нигде не порвалось. Ну и в принципе равномерно распределилось, то есть толщина была теста одинаковая. Теперь выкладываем начинку. Разровняем ее. Можно руками. И заливаем ее заливкой. Еще раз ее перемешаем. Аккуратненько. В центр выливаем, а потом вилочкой, руками или чем-нибудь разменяем. Как мы видим, жидкость у нас никуда не вылилась. Сыр же я разравниваю руками, чтобы у нас был распределён по всей поверхности пирога. В принципе, все. Пирог у нас готов к выпечке. Аккуратно придерживая бумагу для выпечки, мы закрываем крышку, чтобы бумага осталась снаружи. И выбираем режим выпечка. Итак, выбираем режим выпечка. И ставим на час. Итак, пошел час. Мы выключим режим подогрев. Минут 15 дадим потихонечку отстыть нашему пирогу. Таким образом, чтобы перепада температуры резко не было. И потом будем доставать. Буквально минут 10-15 дадим отстыть. И будем доставать наш пирог из мультиварки. Итак, прошло 15 минут. Сейчас достанем пирог из мультиварки. Вот такой вот он получился. Теперь давайте разрежем и посмотрим, что все-таки в итоге получилось. Тесто у нас было тоненькое. Наверх пирога не ставлю, потому что за счет заливки он у нас не совсем устойчивый. Но приведить можно в разрезе. Итак, приятного чаепития! Не забывайте ставить лайк. И до встречи!